всем привет с вами я варю мы продолжаем проходить бесконечно летом вот под название финальное движение у нас идет уже второй день на конце что мы когда попадаем в лаги вас значит как-то неожиданно началось первый день после монка там и читали лица пионеров как говорится 1 педина закончился в плане в том что мы ушли в старый парк рассказать запрошенный парк поговорили со всеми успокоили сказали правду миг нику бога еще спокойно вы метр на то оказывается у нее середине у нас начинать второй день на поисков припасов в заброну и говорится на вокзал пойдем ну давайте начнем а вы неплохо рассуживаете для студента первокусника увлекаетесь историей для меня история это не просто школьный предмет который сопровождает тебя высшее учебное заведение а сам настоящий ключ правде поверьте ежедневно появляется все больше догадок стран научных деятелей и про они настолько глупые что хочется взять и с умом что-нибудь поставить на противовес и да все не пытается переписать ее с чистого листа вы уверены в том что история переносилась из поколения поколений чистым содержанием вам не напоминают такую смешную как сом на телефон окунемся далекое прошлое библия священная книга повествующая святых небожителях из созданий нашей вселенной и тоже имеется и погрешность ведь так много раз меняли ее текст и даже небо и не боялись но история риги все равно остается интересным жителям именно можно задать вам вопрос конечно наш предмет предполагает общение между студент и преподаватель что если философия бесследно умчалась ящик какой сход был наблюдался у человечества вы знаете нет точно ответ на этот вопрос ну можно предположить что человечество бы вышло за рамки адекватности устроил кризис всему миру теперь скажите к чему первый вопрос в нашем тесте если человечество и впрямь такое бездарно то никакие идеи они уже не спасут никакие политические партии не смогут набрать единомышленников без предложения какой-либо выгоды никакие организации не смогут продвигаться дальше без работников на которую уйдет уйма единочных средств могут перечислять больше и примеров есть и не падают под одну планку приводите лишь похлопал в ладоши и за ним начались аплодисменты со стороны моих однокурсников было столь неожиданно я быстро взялся в руки и продолжил крутить ручку вокруг пальцев кто-нибудь желает ответить на второй вопрос и теперь потянулись руки возможно надо зарядить их мотивации на ответ и вот второй день моего приключения в этом измерении а я еще не успел отойти то события произошедших ранее мне почему-то казалось что при открытии собственных глаз мир полностью приросту приросовался моим подсознанием вот я сам создает историю надо на ходу своих действий даже через веки пера просачивались солнечные лучи они напоминают мне о незаконченных планах также хочется все бросить долгий ящик и скинуть ответственность другого человека пионера к примеру у него полн полны полно сил он всегда действует с осторожностью дает с лицом мои советы можно сказать что я остаюсь живым только благодаря его слову а как же не пионер теперь они не смог попасть домой и из-за проделок псевдомедицины нужно поскорее с этим разобраться пока никто из нас не подхватил бактериологическое оружие все же пришлось открыться миром и сразу получить них и удар от солнца когда мы располагались у костра ночью я думал что проснусь на боку или вообще на животе казалось на спине да еще и смотря на солнце и рядом и мозг успел раз 30 устать за все время провождения здесь и облагодарил крепкий снов в первые же секунды добра пожаловать мир семян я не сидел матрасе и глядел сторону мегаполиса привет давно не спешу зима он стал противоглаза посмотрел пионера нет но уже успела с остальным увидеться и как не все ведут паника сохраняется это чтобы поспокойнее обстановка стало это хорошо очень даже хорошо он встал с матраса и повернулся в сторону и забыл что нам нужно выдвигаться уложить у тебя у колеса обозрения как такой забудешь даже там что-то нашел да она поможет нам прийти в одно место но об этом позже ладно с ним встал с матраса и почувствование большое головокружение которое в дальнейшем сопровождалось еще потемнением в глазах и тошнотой он сразу понял в чем причина понижение сосудистого тонуса и артенального давления нужно было выпить воды чтобы организм включился в работу о чем полетел а для поддержания деятельности сердца нужно провести кардио тренировку чем собственно и занялся бег привлек за собой мышечный тонус а также помог проснуться после шести часового сна после даже курить не хотелось никогда не испытывал подобное наслаждение так какого-то бега верно в таком возрасте мне не только в бег нуждался но еще и силу и тренировки по типу пару флинтинга с этими не сдружиться 20 лет я взялся месячный абонемент в спортклуб находящийся 200 метров от него дома отзывы на тот момент были очень хорошие каждый накрупник рекомендовал мне его от качаешься сема они были совершенно правы там не только подкачаться можно но еще и грыжу грыжу словить особо при взят относились к слабакам по типу меня мотивировали брать больше больше на себя веса в конце концов проходил нового концове проходил домой снова еще болен спине проходил неделю и забил нее потом еще жалел за вложенные деньги так ладно пора бы пойти перекусить чего-нибудь а то на голодный желудок идти не хотелось может чинился ведом на есть в рюкзаке ёпта так я персу но в состоянии нормально окей 345 рублей на заказ ладно долго ходить по парку не пришлось меня почти сразу заметил вожата с прекрасным настроением он пошел мою сторону похоже на вчерашний разговор пошел им на пользу всем добро утро и вам доброго ольга битвина как способ отважным пионеру и очень шесть часов сна подарили мне мешки под глаза на и сон и сон и вид о карте сажат при его мне форму а вам намного лучше чем лагеря я прекрасно понимала что она пришла по делу хорошо вы наверное хотели о чем покорить туши да но не перед теми найдет свободная минутка если ты минутку подать пойдет нам на пользу то не возражая но последуя на лесную тропинку этот а то ним я его помню вроде бы у нас в лагере год и три назад и дать угадая он читал книги экономистов как ты хотя не важно после вчерашних событий я и магию привела привет проверила в магию к милю 1 а то именно не сам не смог удалось стать гуру в этом деле ему помог один спинниру который имел представление о экономике и современном мире азы мастерства давались ему с трудом на первых этапах не скоро он продвинулся а даже не сказал что совершенствуется до небывалых пределов и сделать из этой чистой местности город подвидите у него это получилось так что уж тут скрывать до сих пор он здесь лидирует среди всех важных шишек последовало недолгое молчание начать чиркать зажигалка от невроза и он поплатится за содеянные активы даму да и да как тебе даму удастся его остановить это невозможно вы так говорите потому что еще никому не удавалось пойти к нему может это ты идешь на риск а по-другому никак смею положил зажигалку внутренний карман свои рубашки и посмотрел глаза вожатой есть он трогать тех кто дал ему свободу действий знания то он в любом случае должен остаться в долгу ты прав прошу береги себе не уходи слишком далеко постараюсь избежать искушения тогда порядок наконец появилось хоть какое-то желание руководить тренерами и наверное проголодался хотелось бы чем-нибудь перекусить перед дорогой и совсем плотным завтраком наоборот лучше быть сытым вы мой спаситель вот тогда пойдем пойдем-пойдем кашка вы направили столового парка она не была такой просторный как лагерь лучше она чем ничего я же выйду на подносе пристел за центральный стол аппетит был зверский если мне сейчас дали живого олененка то от него бы ничего не осталось а пока стоит ограничить себя яичнице по-английски гринки жидкий желток фасоль бекон кофе вот что нужно для похода всего в миру 8 меня столовой стали патча заходить знакомы мне пионеры менее сразу заметили так как мой взор был обращен на еду тихо обстановке получилось провести минуту две ну это мне хватало чтобы перестать нервировать себя привет отважному пионеру закачал алиса не трек за вас все мои барабаны перепонки привет всем я пожалуем руки и продолжу наполнять свой желудок пищей и присели за мной за мой стол иначе прожигать не взгляну не стало не по себе вам что-то нужно спросил я спокойно и хорошем смысле ох нет ешь а мы подождем как ведь ребята конечно без вопросов сама собой я распросятся яичнице это двинул под нос на край стола можете говорить ну и чё начнется тем надо хотеть поговорить с вами насчет насчет новой постройки да она поможет тебе и нам это четко произнес последнее слово и сажу вас понять что они нервничают ребята съесть и что-нибудь вам нужны силы на день если хотите что с построить с удовольствием подожду они выдохнулись облегчение иначе опустошать свои поднос не прошло пяти минут как они снова стали смотреть мне в глаза и держи такое мне не под силу а зачем нужна это так называемая постройка в общем мы хотим сделать что-то по типу маяка они в самом деле мои маяка и к не болтай много лишнего и сбиваешь его ладно это попробуйте объяснить я и никто ничего не говорил вот шурик скажет перекидаться хорошо собери шурик тема тема такая нам нужны ресурсы для сборка маяка эта идея пришел к нам еще вчерашнего этого выступления подумали а что если попробовать модернизировать эту местность отличный ведь идея моя для подачи сигнала на сути чего хорошая идея прожай 5 километров отсюда есть гипермаркет а за ним стройплощадка возле на парковке стоит грузовик сможешь его взять и подогнать сюда с припасами постараюсь ребята пока сделайте менее сооружение установить какой-нибудь светящийся объект постараемся вот и хорошо забыл пожелать вам приятного аппетита и отличного импровождением я пойду спасибо и он пошел так всегда за спиной они стали шушукаться но я не придал этому особого значения как же здесь красиво и не говори к нервы шу столовой пересел на рядом лежащую балку ты же говоришь пастрюк расстричь его колеса да просто можно дать мне показалось скучно я пришел к тебе поговорить что-то это на тебя не похоже цена для этого не понять о чем-то о всем может и по взрослё по возрасту но никак не по складу ума подскажи сможете определить болезнь стал только по одному симптому конечно нет зачем ты сама утверждаешься дальше не этим скорбить нет просто прилагая факты дай гуга дает твои испорченное строение из-за нее и не соврал ра подорожник и стал медленно разрывать его по частям к бумагу было интересно предоставить и она забудь о том что я сказал и не лишь промолчала сделал ехидную улыбку я я видел а не такая как была раньше такая же добрая нежная лаская мутированная девушка кошка у нее был другой цвет волос о наверное там многом говорит еще как ну и о чем же о том что ее коснулась деятельность потанина не могла на весь заразиться то я знает она закроем тему а может пора выдвигаться все с собой взял совести сигареты и правильно зачем нам еда и вода по дороге так мы туда и идем не на целый день а чё ты так решил почему-то почему-то так кажется быстро управимся и не поднялся с балки направился в колесо обозрения я посылу за ним увидел там какой-то люк далее идет гипермаркету не знаю зачем они его построили но он сыграет нам на руку и ничего не замечаешь его посетима стоялся на меня у нас практически не возникает трудностей если нам куда-то нужно сходить то вот пожалуйста обходной путь а как собираешь по-другому добираться туда через зараженный лес нет конечно ну и все да да и не взял за одну ручку попытался открыть и люк чет крепко вошла я взялся двумя руками за вторую ручку и со всей силы подтянул на себя вдруг услышал звук трескающего металла когда время падающего на землю падающим землю небольшое усилие люк открылся кинь туда сигарету с 5 а нам что курить ничего гипермаркете найдем еще у нас зажигалка прикурил сигарету затем кинул в люк и стала смотреть на за освещением и высоко спускаемся хочу отдать легкий способы понятно какая высота мне так он цепился руками за лестницу и скатился по ней я же спустился медленно ему под прихода пионер станете рубиник и подать электричество к лампу да будет свет сказал монта и не раздел ползал руки в боки почему-то сразу напомню ольга дмитрина когда он она злилась на меня тоже использую эту позу выглядела нереально смешно я не выдержу часть меняемся нет про вспомнил пожара под приступом агрессии в точку наверное все смеялись с этого как больные на голову так если ты правда было насколько смешно то почему нам нужно сдерживать себе она пыталась быть серьезной серьезности не к лицу вот вот добрая женщина вожата очень даже и подходит мы сами не заметили как уже прошли метров пятьсот попутно обсуждая вожатую и образы слава богу что она ничего не слышит все было бы хорошо если бы не было так плохо и россия резкий волчий вдали заставили нехило дернуться никто не говорил что это местность кишит волками твои то это за чертащина вернемся оставить панику нам еще метр двести и на выход друг они поджидают нас суп я наследовала задержкой одного предположить что волки находится далеко от нас скорее в конце тоннеля он надеяться на лучшее мы снизили скорость ходьбы и прислушиваясь каждому звуку паник откутывал разум них это вообще даже не бога какой-то оборотень вообще сейчас не волкова еще не похоже и вот снова протяжный рев это стало мне мои последние капли и все я не могу идти туда без оружия возьми себя в руки смен постарайся не кричать чтоб не привлечь этих тварей осталось какие-то 20 метров мы услышали громкий звук падающей слизи что за тихо вы продолжали идти медленным шагом полки могли выпрыгнуть со всех углов так что нужно держаться на готове вы поверите сократился на такое приключение и не указал на таблицу гипермаркет код я не спеша поднялся за тупеньки к экстрому выходу и принес открыть дверь кромкий скрип паш прошелся по всему тоннеле мы услышали это и крев этих существ быстрее закрывая мы вышли из тоннеля закрыть 207 что в первом полу дурку попалась звуки приближаюсь существа были слышны совсем близко она приняла сбиться в заперту 2 и скоро убежал в другой коннационере а теперь объясни мне куда мы попали и что это за число мать твою я знаю и пребывал в ужасе похоже нам придется перри повременить с выходом в парк хинер сможет добраться до 2 лагерь верно как же ты надаём не с такими вопросами что-то у меня все вещь вечность и спрашиваешь если на услышал скрип то я симпинь слуху твари абсолютный нужен как-нибудь предупредить их начала дела сделаем и следом этот гипермаркет и наберемся припасами потом возьмем грузовик и проедем к парку по центральной трассе забывай еще нужно взять металла стройцентре да возьмем и оттуда нужно припасов сушат умеешь воде грузовики а и такой вот 3 как ты свои 16 я уже первую машину купил и так совал пока ты учил уроки очень смешно что-то ненадолго тех хватило смотрю а что будет когда мы поедем к потани на даже не когда мы приедем другое измерение ты паникуешь даже такие ситуации я не показал пальцем дверь а ты наверно такой бесстрашный я не первый сказал о том что не хочу идти тут сюда слушать тебе наплевать на свою жизнь и я помолчал и нервно закурил сигарету я последовал примеру хватит сидеть нужно идти он затушил сигарета ботинка мы подошел в двери или с таблицы вход только для персонала я снова же давно и давно нет можно входить мы вошли в гипермаркет и увидели и что роту народ отсутствовал товар или жаль на своих местах и похоже были свежего качества не захотел смотреть 1 попавшихся консерву и увидев вчерашнюю дату изготовления то есть потайных истребил еще вчера возможно 1 1 или одну превратил в то существо поминаю сердце начинает выпрыгивать я теперь всегда буду о нем напоминать чтобы не расслаблялся ты же знаешь со временем все приходит проходит а он не нужен сегодняшний симеон в этот час минуту в секунду ладно ладно крылья тему цену ураган прошелся по всему гипермаркету и был крайне удивлен отсутствие в нем потребителей принеслось чувство будто он пропал в рассказ рассказ посвященном поставка политической теме тоже ассортимент товара был невелик но для наших состава это вполне хватало мы собрали 10 и реже с различными продуктами начиная от хлеба и завершая техникой и осталось решить другой вопрос это грузовик день его нашли тема обратил к пионеру и а ты знаешь здесь грузовик и не сажу дал ответ там на парковке на парковке что получается сейчас пребываю в мегаполисе спасибо и не произнес по слогам он же у 100 ч распредившись в том что опустошили весь гипермаркет вы направили струк стройкомплексу находящийся в 100 метрах от гипермаркета трехэтажное полу заброшено здание в котором отсутствовали двери стены были покрыты грибком на витрине лежали целые товары как такое возможно есть и реже к нет придется бы поработать руками нам это хватит но указал на 5 стали на 5 стальных пластин почувствовать геркулеса не пытался понять одну из них своими руками и тут же понял как не не хватает физической формы и спортом аж занимался от ее сам поднять попробуй я взялся пластина против меня также не смог поднять но тогда на 321 вместе поднимаем смел взял за пластины иначе обратный отсчет 3 2 подняли намного легче когда почувствовал другую силу и не в тот момент не напрягался этого понятно по его спокойно выражение лица и степени напряженности мышц мы аккуратно 50 пластину на улицу и вскоре управились соседи даже взяли больше чем 5 так как почувствовали себя уверенный так с этим справились теперь у нас по плану грузовик в точку пригоним мы сюда из и из у сложим него все припасы то так и умереть по дороге можно мы направились на парковку сказать что она была со всем стилем модер но для такого измерения это сравнимо с деятельностью не инопланетян если не в прямом смысле отправились не на самый нижний этаж и увидели нашу цель хороший аппарат и не подошел грузовик грузовой машине осмотрел ее с моим нулевым уровнем знания об автомобилях я решил под поддакнуть чтобы с ней с меня не спросили точно и не открут дверь грузовика ну это оставляю аппарат открыто в пыль лишки опять же появляется чувство будто кто-то нам помогает ну не может все так случаться раз за разом то мы спасаемся от гигантского волка то у нас собственный грузы перед глазами и избыточное количество припасов мы залезли грузовик я на пассажирская пионерно-водительская он первым делом открыл бардачок увидел там ключи джекпад паса смотрел коробку механических механической шестью передачами я опустил флажок механика неплохо я больше не мог это терпеть это добро не приведет опять скажет что нам кто-то помогает тебе шарик что-то говорил вспомни я по раскину мозгами вспомнил на парковке сидит машина сможешь взять грузовик и подогнать вас сюда с припасами постараюсь черт и и правда он это говорил похоже параноик ничего бывает услышь такой ответ от меня было неожиданно злоде и не рассмеялся доводит половой орган а технику запускает я вынесла от его слов ладно юморист я тебе это еще припомним желе а ты не забыл о нашей игре в первый день это уже наверное за сутки пошел не знаю не видел не слышал не думал о как не рассмотрел панель на которой был указан по прогресс свечей и полный бак а после развалился на сиденье сейчас прогреется иду так 10 10 минут минут промчались бесследно я будто знаю что пришел время без часов потянулся и повернул ключ и где запустился ну что погнали то ты на этом тарандулите погонишь ради что завод я выжил сцепление включу первую передачу затем зажал под передать газов спустил сцепление тронулся на следующий перекрыть переключимся на улице сейчас нужно выехать отсюда к тому выехали и увидела как пение переключал передачи ими это выглядело забавно ты давай не здесь то пошел в он не стал договаривать и я прекрасно понимал почему вскоре мы доехали до стройкомплекса и побыстром передачи и пластинами кузов грузовика я очень сильно устал я же активировал второе дыхание тяжелый зараза прибавь себе еще грыжок если на уме сейчас есть тот никак не радостный весь мы серию грузовиком помчали до гипермаркета крышки на набитые продуктами старят также у входа и здесь начались мои мучения бесконечное поднимание через же одно и за другое их правильно расстановка что потом не добиваться провала готова тебе куда поддержи по центральной до парк до парка полчаса езды не это очень рада сначала представлял себя просто нереально долгий поход окажется у нее себе быстрый часов 5 от силы и не открыл окно грузовики и потянут протянул мне сигарету машинами прикурив я зажигалка есть пару затяжек и вскоре олда уму он же растягивал каждый момент чтобы забить голову никотина причем нет магнитона 90 . 3f музыку до новости послушаем я не одну руку держал руль и смотрел на другу а другой включал станцию и вот она заиграла музыка теперь можно было оторваться и подпевать под все эти треки ведь они мне знакомы одновременно не хотел издеваться над ушами пионера и кто такой суши шансон рок люди не поверишь ценители ушедшей эпохи русских исполнителей они сегодняшний звезд с изменением голоса не нравится мне такой жанр честно я бы лучше звуки природы послушал но никак не про эту не про тюрьму и банды даже маразм ну тогда выключи если мешают они есть и нравится то пусть играет если это точно копия меня то почему у нас с ними разные вкусы похоже мои догадки обернулись провалом ладно что-то спать захотелось почти приехали ты там и вот 7 уже спал понятно и не уменьшил звук играющий в музыке продолжу ехать до парка понимал что с ним испытала сегодня не самые лучшие ощущения и все же хотел извиниться за то что под предвзято к нему относился но поступил по-другому он предоставил ему шанс отдохнуть переварить все это на семян как же я тебя понимаю мысль проговорил пионер он проходил настоящее боевое крещение вскоре ему предстоит столкнуться с самым важным человеком и он понятия не имеет насколько он будет тяжело и изнурительно есть что воспитаю в тебе ответственного человека меня посмотрел зеркало и не увидел своего лица ему это было в привычку таковым его первоначально представил семён посрал свете вот так на закончился второй день и начнется следующий путешествие 3 дня как говорится а можно так окей правда я не увидел не увидел это ночью издеваетесь окей ладно хорошо я понял вас я очень вас все понял жить это да ладно дойдет момент это сказать не ожидал что такое будет что так и всегда сохранится будет она вот так она все спасибо за просмотр и подписывайся на канал с вами своя вариант а был бесконечное лето мод под названием финальное движение день трона закончился таким не очень таким страшным моментом не увидели волка зато услышали звуки но зато нормально доставили припасы она как говорится всем спасибо всем пока